В Ленинском районе сегодня вспоминали жертв Бесланской трагедии. Ровно 10 лет назад, 3 сентября 2004 года, начался штурн захваченной террористами школы в северо-осетинском городе Беслане, в ходе которого погибли, по официальным данным, 334 человека, среди них 186 детей. Митинг состоялся на Аллее Славы, города Видное. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, который посвящен годовщине трагических событий в Беслане. 10 лет назад в маленьком осетинском городе в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек, в основном женщин и детей. Детский почерк простых, ненаписанных строк, перемены в разрушенной, взорванной школе, и затих, не начавшийся первый урок, и звонок закрича оборвался. В течение последних лет в России было совершено ещё несколько крупных террористических актов. Причём интенсивность их растёт по всему миру. И с каждым годом угрозы всё ощутимее и реальнее. Терроризм – это террор, это запугивание, устрашение. И смотрите, он ведь носит окраску какую? Политическую, религиозную и национальную. А цель-то одна – подрыв устоев нашего государства. За последнее десятилетие в результате терактов только в нашей стране погибло около тысячи человек. Я считаю, что терроризм – это ужасно, тем более, когда он относится к детям. Потому что дети – это неминные души, которые ничего не сделали тем людям. И нельзя, чтобы дети именно страдали. Терроризм не должен существовать. Столько горя, столько убийств. Терроризм – очень страшная вещь. Я считаю, что надо этого как-то избежать, чтобы такого больше не было никогда. Память всех погибших во время террористических актов, пришедшие на митинг, почтили минуты молчания. Подножию монумента воину-интернационалисту, стоящему на пути распространения в том числе и террористической угрозы, были возложены цветы. Такие памятные мероприятия, по мнению главы района, помогают сплотить людей в борьбе с мировой угрозой. Очень важно, чтобы все общество было сильным, смелым, мужественным, принципиально собранным для борьбы с этой мерзостью. Сама же главная задача, стоящая перед обществом, не столько борьба с терроризмом, сколько эффективное его предупреждение. И прежде всего, через воспитание подрастающего поколения. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.